Рыбалка Конечно, там она тоже будет. Но я все-таки пришел сюда, в крест Хольмское водохранилище, для того, чтобы начать именно отсюда. Мы здесь толком не рыбачили, а следовало бы. Давайте поставим приманку. Мне прямо здесь, у пирса, попался вот этот вот игла 1000 металликоктуар. Серебряный проббейт, похожий на коктуара. Пропеллер вращается при натяжении лески, привлекая проплывающую мимо рыбу. И китовый уз. Я там закупил в большом количестве. Ну что ж, поехали. Как вы видите, у нас раннее утро, 6 утречка. Все было приготовлено для отличной рыбалки. О, сразу что-то неплохое клюнуло. Ну, средний, средний. Так, крупности. Тем не менее, вытягиваем. Класс. Это люцидская зубатка. Обратили внимание, что добыча Х2. Я прокачал навык удваивающий добычу. И меняю леску, даже когда ее подпортили вот так. Потому что если очень крупная рыба клюнет, эти 100-200 единиц прочности могут стать решающими. Закупил я ее много, друзья. Если что, мы лучше нафармим денег и еще купим эти китовые усы. Здесь, кстати, на солнечников. Они... Вот попался нам солнечник. Очень хорошо подходит, потому что солнечники вообще не портят прочность. Мы сейчас его поймали. Они без проблем здесь вытягиваются на китовый ус. И прочность ему не отнимают. Так, ну а вообще... В 6-7-8 утра, когда вот... Такой голубой оттенок на воде, рыбу практически не видно. Я, по сути, на ощупь сейчас вот это делаю. Я вообще не вижу рыбу. Но к полудню мы должны будем уже видеть ее лучше. Солнышко взойдет выше. Я тут вряд ли выловлю кого-то нового, потому что перед записью я тут несколько суток рыбачил. Мне очень нравится это занятие в FF-15. Вот, ребят. И рекорды здесь уже были на разных рыбах, которые тут водятся. Не думаю, что кто-то новый нам попадется. Но просто понабираем ОС. Я как раз сейчас коплю ОС на то, чтобы получать опыт от рыбалки. Так, тоже хорошая штука. Так, ну кто-то средний опять нам попадается. И снова люцитская зубатка. Так, лесочку обновим. Пойдем дальше. Вот мы сейчас с вами рыбачим в FF-15. Может быть. Я подумал, что, видимо, Хиронобус Акагути, гениальный создатель FF-1, в 1987 даже представить не мог. Как разовьется начатое им дело. Это здорово. Здорово, что серия вышла на такой уровень и достигла его. И вот мы имеем сегодня такие игры. Последний. Обожаем, любим FF-15. Мы просто росли вместе с этой игрой. Еще один рогатый солнечник. А давайте на эту сторону сходим. Мы видим мигающую на карте золотую цель. Она, видимо, как раз на эту приманку, она не очень-то и клюет. Так. Еще один солнечник. Вот он довольно быстро, можно говорил. Уэст набивать на солнечниках. А еще, ребят, когда я сюда шел, мне попался кактуар по кучей. Что, может поймаешь кого покрупнее? Да, да, я понял. Это было вблизи от молота, рядом с местом, где водится босс, на котором играет оркестровая версия Калинки-Малинки. И там попался кактуар, теперь он в моем бестиарии. Удалось его победить. Почитаем обязательно о нем вместе. А, на, ты хоть отреагируй. О, даже новый рекорд у нас есть на Альсторского Сибаса. Здорово. Я думал, не будет в этой части никаких рекордов. Все-таки рекорды есть. Тут есть вообще крупная рыба. А это что тебе было не крупная? Рекорд. А я-то надеялся на бой между человеком и рыбой. Промта, я попрошу тебя помочь Игнису чистить всю эту рыбу. Вот тогда ты будешь надеяться на то, что вы быстро с этим управитесь. Последний. Так как тут Ноктис сегодня нормально принесет. Так, еще один рогатый солнечник. Ну, как мы понимаем, вот эта цель, она вообще, да, на эту приманку болт ложила. Давайте пойдем туда. О, кто-то еще заинтересовывается. Ну, видимо, нет. Все-таки да, и средней крупности. Ну так, наверное, чуть ниже средней. Спасибо, ребята. Это еще один Сибас. Так, мы приближаемся к поимке золотого вот этого парня. Если только у нас будет нужная наживка для него. Бывает такое, что все наживки пробуешь, а они, к сожалению, не хотят реагировать. Да, да, я понял. Давайте поменяем. Начнем с первой. Пусть это будет Поппер Чокоба. Ну, скажи, интересует тебя такое? Довольствуешься мелочью? Так я и знал. Какие мелкие рыбешки! Его вообще не интересует от тебя. Так, тебя тоже нет. Ну, понятно. Пойдем подряд. Хоть там и написано, на какую рыбу какая приманка. Иногда все-таки клюют другие рыбы. Мне вообще хотелось бы узнать, есть ли какие-то описания того в игре, как вот цвет одной и той же приманки влияет на интерес рыбы. Может, какое время суток, какую использовать или в каких местах. Потому что одна и та же приманка Поппер Чокоба. Красный, белый у нас есть. Так, ладно, пойдем дальше. Лизун. Супер! Опять мерезга. Да, да. Тоже не интересует. Ну, скорее всего... О! Рыбы умножилось. Пока мы меняли приманку. В 10 утра пацаны проснулись. Выплыли. Что? Может поймаешь кого-то круче? Тут вот кому-то интересно. А, я понял. Давайте посмотрим. Я вижу солнечника и еще одного солнечника. Ладно, клюй. Мы тебя достанем. И получим ОС. Крупный солнечник такой какой-то. Ну, а мы можем посмотреть, что солнце уже все выше и выше поднимается в зенит. И вода здесь окрашена уже не в голубой цвет. Значит, видимость рыб лучше. Будет еще лучше, друзья. Не туда. Да? Не интересует его, понимаете? Может тогда... Левиафана... Там аж три рыбы написаны. Которых он может заинтересовать. О, ты молодщина! Так точно. Не хочется потерять его. Если огромная клюнь, это сорвется. Он один у нас. Такой Левиафан. Ну, смотрите. Время 11 утра. А мы уже довольно много выловили рыбы. Вообще никому кактуар не нравится. Но вы даете, ребят. Так, ну хотя бы это кого-то привлекает. Ого! Как-то я резко рванул. Так, там прям кишит. Еще раз туда забрасываем и моментально вот как-то так... Мы все рыбы здесь были. Резко попадается нам кто-то. Класс! Есть. Сибас и кости Сибаса. Добыча. Вот когда стрелки направления показывают, да, по натяжению лески, то есть кнопки А и Д, влево и вправо. Я до сих пор точно не понял, нужно их зажимать или очень быстро нажимать, чтобы более эффективно натяжение лески сбивать. Ну вот этот вообще золотой парень крутой, он просто не интересуется ничем. Я хочу, чтобы он клюнул. Ну, ему просто, друзья, не интересны наши наживки. Так. Тут другой. Ну да, это мелочь, которая в итоге... Он там крупный плавал, мы его видели. Может поймаешь кого покрупнее? Да-да, я понял. Слева сейчас плавает, видите? Так, ну хотя бы вот эту еще попробовать. Нет, он просто плавает и игнорирует. Ну, почему бы не получить еще ОС? От солнечника. Что? Может поймаешь кого покрупнее? Да-да, я понял. Еще один солнечник заинтересовывается. Их сразу отчетливо видно. Такими темпами мы всю рыбу здесь выловим. Ха-ха! Полдень. Солнце уже окрасило в золотые цвета окрестности и воду, и землю. Новичкам везет. Последний. Не такой уж я новичок. Так, ну... Как тут мне тебя заинтересовать? Я станцевать могу. Что? Может поймаешь кого покрупнее? Да-да, я понял. Может, ребят, приманку мне дадите для того дядьки? Не хочет он, друзья. Это, конечно, прискорбно. Что? Может поймаешь кого покрупнее? Ну, мы как можем сделать с вами? Мы можем вот прекратить. Да, думаю, что и сохраниться можем. Все-таки много всего добыли. А теперь еще раз. В этот раз крупной нет. Ну, давайте перезайдем. Может появится, но не факт. Так, немножечко пробежим. О, есть. Интересно. Это та же, которая не будет никак интересоваться нашими наживками. Это не интересуется, уже видим. Ну, по пути. Еще какая-то мелочь посмотрела. Подумала, там у этого белого чоку-бупопера. Какая красавица там плавает. Просто ух. Огроменная. Но в итоге клюнет солнечник. Да-да, я понял. Рекорд по солнечнику еще реально поставить? Левиафан тоже не интересует. Солнечники на все клюют. Последний. Солнечник. Солнечник. Это точно совсем мелкий. Зато чешуи набрали. Не знаю, почему она продается, но будем смотреть. Так, как насчет вот так. А беленького. Не везет нам сегодня с крупной рыбой. Так ты удочку не забросишь. У меня было так, что вот такие золотые и такие же крупные синие клевали на те приманки, которые у нас есть. Но сейчас это им неинтересно. Бывает такое, друзья, тоже. Ты молодчина. А нахуй. Ты отреагируй. Ты еще долго будешь там стоять? Да. Я сейчас перезапущусь, чтобы появилась, ну, может быть, другая крупная рыба, которая заинтересуется. Представление начинается. Так, видимо, все та же. Опа. Это может быть... Тихо, тихо, тихо. Это, конечно, может быть соседская. Ну-ка. Ногт. Так что ж она туда уплыла? Сейчас, ребят, мы попробуем повторить. Ну, смотри, какая у меня вкусная штука. Эх, ну, все-таки какой-то интерес был. Не знаю, у нее ли. Нет, не у нее, она уплывает. Это все-таки у соседних рыбок интерес. А если мы синенького возьмем? Как стемнеет, ребят, так пойдем дальше. Ну-ка. Все-таки это, видимо, соседних заинтересовывает. Тогда ставлю тебя. Я просто помню, что на кактуара я как раз здесь и вылавливал кого-то для рекорда. Давай, 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 ты вроде крупный. Да что ж такое? Был крупный. Ну, к сожалению. Так. Вот снова вроде бы крупный, да. Давай, давай, давай. Во, отлично, друзья. Это крупный парень. Так, 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 так. Это не шутки. Соберись. Да собираюсь. 300, да, 300 прочности осталось. Ух. Все-таки вытащили. Вот это рыбина. Да, золотистая зубатка. Не рекорд, но тем не менее. Молодец, но. Молодец, чувак. Достали на 7 килограмм. Поменяй лес, пока не поздно. Это не она. Я думал, это все-таки та, которая золотая. Но нет, это не она. Давайте еще раз туда. Субтитры сделал DimaTorzok Та рыба, которая отмечена на карте с золотой точкой. Она прям по дну плавает. Она вообще не реагирует. Наверное, нужна какая-то приманка, которая по дну будет волочиться. Есть такие, скорее всего. Ну, тут в толпе мелочи. Конечно, можно вытащить еще одного солнечника. Давайте это сделаем. И уже вечер у нас. Еще раз попробуем перезапустить рыбалку. Кто-то средний. Кто-то средний. Сибас, наверное. Класс. Зубатка, она небольшая. Так, ребят. Пока не меняем. В принципе, 1400. Это еще норм. Прекрати, норм! Хорошо, хорошо. Я, кстати, там еще погонял железных людей. Огненных. И опыта поднакопил. Ну, раз мы готовимся отдыхать за 10 тысяч в крутом месте, то опыта должно быть соответственно. Последний. О, а вот он рекорд по солнечнику. Супер. Так, у тебя, как обычно, ничего не интересует. Сопротивляется под конец, вы представляете? А, на, ты хоть отреагируй. Так, еще китул с новой ставим. Помню рыбалку на PlayStation. Там самая маленькая рыбка была. Блугил. Получается все лучше. Неплохо. Может, свет включим? Хорошая мысль. Так, ну ладно. Найдем какую-то приманку, которая подходит для вот этих золотых точек здесь. И сюда еще вернемся. Думаю, мы отлично сегодня с вами провели день за рыбалкой. Давайте теперь посмотрим, какие рыбы уже есть в нашем архиве. Я и там немного рыбачил, и тут. Так. Рыбалка. Странно, что они отмечены как новые. Альторский Сибас. 11 штук поймали. А, это новые рекорды, потому что есть. Все, понял. Понял, понял. 34 солнечника. Люцийских зубаток. 22. Золотистых зубаток. 4. Ночь показывается время, хотя мы ловили не ночью. Надо все-таки, наверное, еще и ночью порыбачить. Да, друзья? Давайте, давайте. Сейчас посмотрим. А тут и это играет роль. Но это уже, наверное, с тех берегов. Каменный Барамунди есть. Исполинский Каранг. Галдинский Каранг. Сияющий Гипероглиф. И пока все. 84 добыто. Посмотрите, сколько опыта. Нормально, думаю, нормально. В бестиарии. Сюда мы давно не смотрели. Тут у нас появился Магнонир. Подвид миссминиров с буйным нравом. Среди охотников распространена забава. Прыгнуть на спину Магнонира и постараться продержаться как можно дольше. Это опасное развлечение вызывает серьезную озабоченность в штаб-квартире Мильдачо. Такой вот парень красивый. И двоерок. Альфа. Крупная двурогая травоядная, встречающаяся на территории Лейди. У самцов есть борода, к тому же они значительно крупнее самок. Рога у них также больше и крепче, чем у самок. И служат отличным оружием нападения. Бета двоерок самец замечены возле Скотхемского ущелья. Расширяя свои владения, двоерок может зайти далеко от привычных мест обитания. Оказываясь в новом месте, самец становится крайне подозрительным и бросается на любого, в ком чувствует угрозу. Птица с ярким окрасом и необычайно длинными хвостовыми перьями. Ее прелестное оперение хорошо знакомо с жителем Лейди, и они порой охотятся на нее из спортивного интереса. Пухом сабле хвоста часто утепляют куртки и одеяло. По метам сабле хвоста местные фермеры удобряют истощенную почву. И попавшийся кактуар. Мелкий, забавный, как мягкая игрушка парень. Таинственное быстроногое существо. Ходят слухи, что этот легендарный шипастый спринтер с древних времен бегает по континенту. Но очень немногие видели кактуара своими глазами. Считается, что для самообороны он выстреливает во врага ровно тысячу игл. Биологам еще предстоит выяснить причину такой точности. Уже которую часть подряд он это делает. Бетта. Эти кактуары в большом количестве появились на равнине Костьере в Даске. Их скопление поразило ученых, ведь обычно кактуары предпочитают уединение. К счастью, для жителей Даски охотники быстро разобрались с колючей угрозой. Но тем не менее, этот случай теперь известен как Ночь 100 тысяч игл. И гамма. Этот кактуар встречается на вершине Даскийских сводов. Может показаться странным. Но он забрался на такую высоту, где обитают разве что птицы. Но некоторые биологи предполагают, что эти особи таким образом пытаются помочь процессу собственного опыления. Якобы кактуар является ветроопыляемым существом. Так, тут все. Далее, щиторез. Буйная, ракообразная. Ух, у него клешни. Представьте, есть ли его сварить, сколько там вкусного мяса. Превосходная, опресноводная, простите, ракообразная, обитающая в основном в клейне. Чтобы ловко управляться со своими громоздкими клешнями, щиторез развивает мощную мускулатуру, скрытую под его тяжелым панцирем. Мясо этого щитореза используется в приготовлении блюд, которые всегда обсыпают комплиментами и приправами. Щиторез, это бета, уже родом из региона Леди с сухим климатом. Эта ракообразная адаптировалась к суровому климату, используя необычный способ регидратации. Выбрасываемая из рта вода, аккуратно омывает туловище, а затем впитывается ногами. Игамма, щиторез, который обитает в глубине даурельских пещер. Эта ракообразная адаптировалась к суровому климату, используя необычный способ регидратации. Выбрасываем из рта вода аккуратно, ну да, то же самое, омывает туловище, затем впитывается ногами. Большой жалохвост. Порода жалохвостов, предпочитающая сухой климак леди. Они живут так долго, что вырастают крупнее роста взрослого человека. У них нет такого яда, как у их собратьев, но силы клешней и хвоста достаточно, чтобы нейтрализовать любого врага. И бета. Большой жалохвост, обитающий у подножья Равоток. Тем, кто боится обычных жалохвостов, этот огромный царь скорпионов покажется сущим кошмаром. Одного его присутствия вблизи гейзера Фаерис было достаточно, чтобы распугать почти всех туристов, пока за них не вступились охотники. Вот такой большой жалохвост. Так, тут все про человека железного красного прочитаем чуть позже. У нас еще ночная рыбалка. Пока они обновились. Ну ладно, давайте пока несколько вытащим еще мелюзги. О, там заинтересовалась крупная рыба. Может лески не хватить. Реально, ребят, может не хватить лески. Вообще без шуток. Скорее всего так и будет. И мы потеряем нашу наживку. Фу, 54 прочности. Ого, это что еще за рыба? Что это за рыба? Тяжело. Неподъемная золотистая зубатка с новым рекордом. Эх, не успел я. Молодец, чувак! Скриншот чисто черный экран. Так. Ну вот, такие скрины сделаем. Думаешь, она выдержит? Нет, не выдержит. Хотел половить мелочи. В итоге, друзья, привалило. Так, еще. Еще что-то интересное. Снова крупная. Так. Полегче с леской. Да не говори. Посмотри, какая здоровая. Чуть-чуть. Чуть-чуть, друзья. Странно, что приманка осталась. Ну и такое бывает, конечно. В рыбалке не всю часть мне успешно вытягивать рыбу. Ого! Вот это скорость. Так, оно еще здесь покрупнее рыбы. А, ты молодчина! Такую здоровенную упустили. Так, тут неинтересно вам, понятно вам. Ловим, 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 ловим. М-м-м. Класс. Так. Вот вроде бы Интересуется та самая золотая Или мне кажется Сейчас будем пробовать Вытаскивать, друзья Может интересно леска порваться Пока прочность не исчерпана Так, это еще одна зубатка Ну да, золотая, как обычно Плавает себе по дну И вообще не заинтересовывается Никакой нашей приманкой Эх, грусть Давайте хоть вы, вроде крупная Ну да, такая средненькая Молодец, Норк Не буду менять Тут есть вообще крупный А, да ты в ударе Должно хватить как раз на эту Средненькие такие нормально идут Получается все лучше Можно оставить на потом Спешить некуда Да? 22 часа уже, друзья И с 6 утра здесь Много полезного приобрели До полуночи дождемся Сейчас можно еще раз Сохраниться Так Много полезного приобрели Да, нельзя Только Ого Класс Ну ничего так Ха Ты молодчина Как вам мой Ред хот чили чокобу Не Две красавицы Посмотрите там одна вообще золотая Как ее Друзья поймать С такими наживками Видимо никак Сюда идем Ночью тишина Видимость такая прекрасная Ну что ж Я думаю что Рыбалка в любом случае у нас получилась Отличная Весь день до глубокой ночи мы провели здесь Выловили Рыбы которые стали рекордными для нас Дальше двинемся Выполнять Охоту Которую теперь можно взять уже В молоте Пошел я туда И вы это увидите в следующей части Я вас всех там жду Обязательно друзья Не пропускайте И смотрите прохождение игр Только на 100% Дальше Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует...